Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. У нас сегодня 2 сентября. Ну, я сейчас снимаю 2 сентября. Хочу поздравить всех первое с началом учебного года. Я уже поздравляла, но хочу еще раз поздравить. И второе с началом осени. Вот. Не знаю, с началом осени поздравляют или нет, но на самом деле осень это мое любимое время года. Сегодня у меня мальчишки, ну, 1 сентября я не считаю, все там на пару часов уходят. У моих линейки не было, потому что у нас был дождь. И дождь у нас был реально целый день. И поэтому было в актовом зале линейка у первоклассников, у одиннадцатиклассников, у всех остальных вообще ничего не было. Все разошлись по классам. И в актовый зал, естественно, все родители не поместились. Я не поместилась. В общем, как-то так. Ну, ничего страшного. У нас там пододелали фотографии, видео. Те, кто туда все-таки смог пробраться. Так что супер. Ушли мои в школу. И что-то я, знаете, все утро слоняюсь. И как-то вот мне так не то чтобы непривычно. Ну да, непривычно. У меня, кстати, каждый год, вот начало сентября, у меня всегда вот так вот. Мне вообще дико непривычно, что нет никого дома. Я за три месяца привыкла к шумам. Все что-то делаете, что-то это самое. А тут вот такая вот история. Вот. Сейчас хочу показать вам... Ну, сегодня будет такой влог. Я не знаю. Немного обо всем. Я извиняюсь, у меня опять может быть шумно. У меня стирает стиральная машинка, как всегда. И мне нужно почистить фильтр. Я сегодня хочу вечером этим заняться обязательно. Фильтр у рыбок. Так. Помните, я вам показывала... Началась осень, да? Вот. Я вам показывала, что я заказывала на рандеву вот такой набор... Таких мини-промничков. И мне здесь очень понравился вот этот аромат. У меня тут чуть-чуть еще осталось, потому что я... Ну, во-первых, было жарко. Это не летний аромат. Да, во-первых, было жарко. И жаркую погоду я им не пользовалась. Но вот сейчас... У нас сейчас... Вот сейчас на данный момент 11 градусов. Вчера было 8 градусов. Ну, то есть... Питерская осень вовсю. Вот. И мне понравился здесь один аромат. Он мне понравился настолько, что вот просто... Вот просто... Просто мой аромат. Ну, конечно же... Ну, это можно было бы ожидать. Я заказала его себе, девочки. Заказала этот аромат. Сейчас вместе с вами хочу распаковать. Потому что аромат просто обалденный. Вот. Вообще, на сайте RANDEVUM распродажи, скидки очень часто у них. Почти постоянно, да? И... Вот. И, соответственно, еще я вам оставлю промокод. У них получается дешевле, чем где-либо. Я вот сейчас вот, когда бегала по торговым центрам, по-заходила в магазины, я поняла, что... Да. Я себе закажу то, что я хочу. И не буду даже ни о чем думать. Оставлю вам промокод, который дает дополнительную скидку. Ко всем уже скидкам, акциям, которые есть на сайте. Обязательно воспользуйтесь здесь мой чек. И ссылку на этот аромат я вам, конечно же, оставлю под этим видео. Аромат обалденный просто. Так. Все вот так вот пришло. У меня запаковано. И здесь два подарочка. RANDEVUM всегда кладут подарки. Всегда. Это очень приятно. Ой, смотрите. Шампунь с экстрактов листьев барли-ри для блеска волос. Вот это я очень хочу попробовать. Вот такой. Вот такой вот, девочки. Не знаю, что это. Первый раз такое вижу. И здесь пробничек-кремушка. Это, я так понимаю, корейский. Да, вот такой вот крем корейский. Кстати, очень здорово, потому что хочу тоже пробовать корейскую косметику. Я все хочу все пробовать. И вот моя прелесть. Девочки, это балдежный, просто балдежный аромат. Производство. Это Арабские Эмираты, насколько я помню. Да, Арабские Эмираты. Здесь вот видите, даже такая вот голографическая наклеечка. Ароматы все оригинальные. Вот сколько я заказывала. Я уже давно заказываю на рандеву. Всегда оригинальные. Еще, кстати, оригинальность парфюма. Можно вот по этой, правильно называть это, слюда. То есть, если она такая тоненькая, знаете, видно сразу, что дешевая, то нет. Здесь вот плотно все запечатано. Такая коробочка очень приятная. Она такая, здесь прям как выбиты, как будто бы вот эти вот цветочки. Это фиалка, наверное, да? И вот так вот. Слушайте, ну прелесть. Прелесть. Вот такой вот флакончик. Слушайте, это балдежный аромат. Здесь вот карточка. Карточка. Виолет, аромат называется Виолет Букет. Марка Афнан, да? Правильно так она называется. Ну и ссылку оставлю, посмотрите, кому интересно. Так, смотрите, какая прелесть. Боже мой, просто, просто прелесть. Ну, конечно, все вот такие восточные ароматы, они все вот, либо крышка, либо какой-то у них флакон такой, знаете. Вот, но мне на самом деле... Не, ну приятно держать хороший флакон. Так, магнитная, да, крышка? Нет, она просто плотно так закрывается, очень плотно. Я бы сейчас как раз нанесу. Девочки, это балдежный аромат. Ой, ну это вообще... Это, знаете, мне кажется, здесь сандал, но такой прям дорогущий сандал. Можно вот так сандалу применить? И что-то такое сладковато-цветочное, такое легкое, такая, знаете, как дымка такая сладковато-цветочная. Такая... Не могу вот прямо объяснить вот прямо этот аромат. Его надо пробовать, это сто процентов. Но это просто балдеж. Держится целый день. Вот у меня в пробничке, да, вот в этом было... Вот это топ-8 ароматов, да, которые я заказывала вот здесь вот. Видите, у меня еще сколько осталось? Я его достаточно часто, я вообще буквально чуть-чуть, так как я... До того, как он мне пришел, я буквально чуть-чуть вот так вот наносила и просто благоухала. Я вам серьезно говорю. Он просто... Просто балдежный аромат. Он стартует чем-то таким чуть-чуть с кислинкой, древесным, а потом идет, вот раскрывается... Здесь вообще фиалка вроде бы в пирамиде заявлена. Мне кажется, эта фиалка дает такой эффект просто потрясающий. Девочки, аромат, особенно кто любит восточные ароматы, кто любит ароматы с сандалом, я вам советую. Это будет мой просто... Просто моя прелесть всю осень, сто процентов. Будет мой осенний аромат. Аромат обалденный. Здесь тоже все... Вот эта крышка, она так плотно прям очень закрывается. Здесь вот тоже все есть, вот это... Ну, как правильно вот эти называются? Не бач-коды, а как они? Как-то, в общем, вот эта наклеечка тоже как-то называется. В общем, супер, девочки. Я довольна просто. Это моя прелесть. И коробочка вот такая вот. Потрясающе. Я, кстати, коробки вот эти вот храню, а потом выбрасываю. Храню, а потом выбрасываю. Вот как-то так получается. Но, в общем, супер. Я прям в восторге диком, девочки. Как я хотела этот аромат. Просто с учетом скидки и плюс еще промокода получается очень даже недорого. Промокод я вам оставлю под этим видео. И ссылку на этот парфюм тоже оставлю под этим видео. Ну, просто, ну, это просто балдеж какой-то. Сандал. То есть это такой вот он, такой теплый, теплая такая, что-то теплое. При этом чуть-чуть сладковатое, цветочное. Знаете, это вот очень хорошо аромат на осень, потому что он согревает. И при этом вот эта вот такая цветочно-сладковатая нотка, она немножко так воспоминание о лете, о солнечных денечках. Вот прям, прям вот супер. У нас сегодня, кстати, солнце, первый день нет дождя. В общем, я очень сильно довольна. Надо себя побаловать. Надо, обязательно. Вот. Ну что, я сейчас уже поеду за своими мальчишками. Прослонялась все утро. Непонятно, что я тут делала. Вот. Что-то. В общем, скучаю без своих мальчиков. Поеду их заберу сейчас со школы. Вот. Ну и сегодня будет так. Немножко обо всем. Ссылки не забывайте, я вам оставила. Ну что, приехала я домой. Забрала своих мальчишек. Сейчас буду чистить, надо аквариум чистить, да. Так. Ну, я не я была бы, если бы не показала вам в этом видео заказ вальперес. Я то правильно называю, то неправильно. Девочки, извините меня. Я не знаю, от чего у меня это зависит. Но вот я даже сама потом, когда монтирую видео, я понимаю, что здесь я правильно сказала, здесь неправильно сказала. Ну, в общем, ладно. Неважно. Вот. Смотрите, что я заказала. Вот такие панировочные сухари. Единственное, что здесь содержится краситель. Вот. Правда, краситель пищевой, наверное, какой-нибудь морковкой окрасили. Неважно. Но я хотела без красителя. Но заказала такие панировочные сухари. В общем, попробую. Здесь сразу большая упаковочка. Ссылку я вам оставлю. Вот. Испытатели России. Это, кстати, Республика Карелия. Петрозавод. Вот. Еще увидела вот такой вот, смотрите, томаты. Сушеный натуральный порошок. Почитала в отзывах, его используют вместе с томатной пастой. Многие. Ну, то есть, когда нужно, допустим, добавить томатную пасту, а у вас нет томатной пасты, можно добавить вот этот вот сушеный порошок. В общем, вы поняли. Короче, решила я попробовать томат сушеный порошок. Вот. Попробовать, что из этого получится. Вот. Томат сто процентов натуральный. А здесь уже изготовитель Китай. Ну, не важно. Вот. Видите? Тут написано, что томатный порошок не только превосходный ароматизатор, но и натуральный краситель. Ну, вот так. Когда томатную пасту нужно добавить, добавляют вот такой порошок. В общем, супер. И я еще заказала вот такое вот средство. Называется каустическая сода. Я вообще достаточно часто, даже, наверное, для профилактики, чищу слив. Особенно это для прочистки, устранения засоров, прочистки труб. Я не дожидаюсь, пока засорится. Я стараюсь что-то заливать. Также белизну, кстати, можно заливать в трубы. Вот. Но в этот раз решила вот такую попробовать. Очень хорошие пронеозы, что удаляет вот этот жир с труб, да. И поэтому трубы становятся чистенькие-хорошенькие. В общем, чистенькие-хорошенькие тоже я скажу, девочки. Извините. Вот. Попробую. Точнее, я хочу, чтобы это сделал. У меня муж туда засыпал, потому что надо засыпать. Потом залить кипятком. И типа там будет какая-то реакция. В общем, хочу, чтобы попросить мужа, чтобы он вот это вот все сделал. Вот. Заказала килограмм. Там есть и больше упаковка, и меньше упаковка. Я взяла килограмм. Хочу едки натор. Видите, написано. Хочу попробовать. Вот. Так что. Вот такие вот небольшие у меня были покупки. Но мне там еще тоже кое-что. Девочки, ну все. Я это подзависла, подзасела на Вальберс. В общем, как вы понимаете. Ну, все нужное заказала, да? Как всегда. Ссылки тоже на это, кому интересно, оставлю. Но вот эти специи не пробовала. Попробую. Потом тоже расскажу. Ну что, пожарила я вот как раз мяско. Это свинина. Ну, я ее отбиваю в специи. Потом обваливаю в яйце. И вот в панировочных сухарях. Ну, такие они получились. Ну, не замученные панировочные сухари. В общем, нормально. Пойдет. Вот. А это я из грудки индейки детям сделала. Вот. Так что вот такой вот у нас сегодня будет ужин. Гарнир у меня есть. И сейчас будем ужинать как раз. Ну, панировочные сухари обычно, они просто окрашены. Из-за этого выглядят вот таким образом. Почему-то мне этот цвет, кстати, напоминает подосиновики. Грибы такие. Короче, надо в лес ехать. Вот. Ну, я на сегодня буду уже с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Ссылочки все я вам оставила. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч.